приветствую всех на моем канале моих постоянных зрителей и читателей а также те кто попал на мой канал впервые или случайно сегодня я начинаю делать обычную стеллажную корзину и поскольку меня просили показывать особенно для новичков все в подробностях я поэтапно покажу что и как я делаю как уже вы поняли корзина у меня будет на фанерном донышке угловые стоечки у меня тоже будут деревянные я считаю это оптимальный вариант для того чтобы уголочки были идеально ровные у меня уже есть видео на канале как и что я делаю но я повторю еще раз итак первым делом я крашу донышко и угловые стоечки той самой краской который я красила трубочки фанера наша донышко будет сохнуть я его сейчас уберу в сторонку и покажу как я подготавливаю трубочки к плетению еще хочу сказать что сохнет она у меня всегда вот в таком виде не на полу а вот вот меня на ведерке для того чтобы эта сторона у меня уже высохла чтобы хорошо просыхала вторая сторона у меня сейчас сохнет крашу поэтапно сначала одну сторону оставляю минут на 10 чтобы красочка подсохла впиталась хорошо если где-то есть неравномерные не прокрасы я докрашиваю потом вторую сторону точно так же сейчас фанера у меня подсохнет а я в это время подготовлю состав для обработки трубочек сейчас фанера у меня подсохнет а я в это время подготовлю состав для обработки трубочек я уже много раз рассказывала и показывала я очень люблю вот такой вот тонирующую пропитку но к сожалению она пропала в магазинах я сравнивала эту пропитку и дюфу и хочу сказать что я никакой разницы не заметила только в цене но здесь такое дело что сегодня эта пропитка есть завтра она пропала поэтому нужно искать пробовать я покупаю маленькими баночками вот такими 0 нет литра на литровыми и смотрю сравниваю с той же дюфа или со следующей пропиткой какая мне нравится больше то я стараюсь использовать у меня ее осталось совсем чуть-чуть она уже разбавлена я ее сегодня остаточки использую в дёрка выкину и в общем-то буду обрабатывать лак вода и грунтовка так эту я в стороночку вот я уже помешала этим лаком это обычный лак лакра я вот его помешала им я только покрываю трубочки обрабатываю можно сказать само изделие таким лаком я не покрываю поэтому я сейчас сразу же сделаю раствор для обработки трубочек грунтовка у меня лежала в кладовке запылилась сейчас я ее хорошенько протру чтобы туда не попала пыли это красящий состав на всякий случай помните как фильме 7 7 боевой патрон на всякий случай такие я вот так все чистенько у меня немного осталось поэтому всю эту грунтовку я сюда выливаю я всегда обрабатываю если лаком то не только одну воду добавляю но и грунтовку меня часто спрашивают зачем я беру грунтовку я каждый раз отвечаю потому что эта грунтовка предназначена для глубокого проникновения и вместо воды иногда когда очень густой лак такое тоже бывает я добавляю еще и воду но в данном случае у меня здесь водички уже немножечко было я добавила грунтовку и и тут было литр максимум конечно меньше я считаю что вполне достаточно и вот этим составом лак немножко воды и грунтовка я буду обрабатывать свои трубочки ничего сложного в этом нет макнула кисточкой помазала и оставляю на некоторое время вот и все состав для обработки трубочек готов в следующий раз когда мне нужно будет обработать трубочки я достану эту же баночку и обязательно буду вот так же перемешивать я каждый раз об этом напоминаю поскольку лак у нас акриловый акрил немножко тяжелее вот это вот воды и грунтовки он опускается на низ и для того чтобы наши трубочки были равномерно пропитаны лаком акриловым лаком грунтовка и водой его нужно просто помешать недавно мне посоветовали вот это все делать венчиком для взбивания очень хорошая идея я использую но на данный момент просто ложкой вот собственно и все первый этап готов обработка трубочек я не планировалось снимать эту часть потому что видео об обработке у меня уже есть даже два одно видео где обрабатывает только пропиткой сравниваю с дюфой и есть видео где я обрабатываю лак плюс вода но я вспомнила что самый частый вопрос который мне задают начинающие мастера нужно ли обрабатывать все трубочки имеется в виду трубочки которые будут рабочими и трубочки которые уйдут на стоечке еще раз отвечаю на этот вопрос если вдруг вы пропустили я обрабатываю полностью все трубочки но те трубочки которые у меня уйдут на стоечки и я их убираю в сторонку и И даю полностью подсохнуть. Но не до такого состояния, где они просто станут деревянными и всё. Почему так? Потому что когда я буду прибивать трубочки к фанере, к донышку, мне нужно сделать вот здесь загиб. И для того, чтобы вот это место не сломалось, нужно, чтобы трубочка была немножечко внутри ещё влажной. Поэтому я их вот так вот откладываю в сторону, раздвигаю и даю подсохнуть. А трубочки, которые у меня будут рабочими, я даю подсохнуть только верхний вот этот слой. Но в это время нужно всё время ходить шевелить. Я уже рассказывала, как у меня однажды все трубочки склеились. Потом я их вот так вот замотаю и оставлю на какой-то период времени для того, чтобы они у меня хорошо размякли. Нужно уловить тот момент, когда внутри они ещё влажные, а снаружи уже довольно такие сухие. Тогда наши трубочки будут очень эластичные и податливые. И ещё я хочу добавить, что обрабатываю я такое количество трубочек, которые я знаю, что за сегодня я его использую. То есть сегодня на завтра я не обрабатываю. Мне так удобнее. Я утром встала. Я знаю, какие у меня планы на сегодняшний день. И я знаю, что сегодня я все эти трубочки использую. А если я с вечера, скажем, подготовлю трубочки, у меня обязательно что-то будет срочно. Надо будет бросить. Потом эти трубочки пересохнут. Начинать их или по новой обрабатывать, или водой их размачивать. Для меня это неудобно. Поэтому я рассчитываю каждый день столько трубочек, сколько я использую. Следующий этап это создание полукаркаса самой корзины. Почему полукаркас? Потому что поперечных вот здесь перекладинок деревянных у нас нет. Есть только донышко и угловые стоечки. Этим этапом занимается исключительно мой муж. Он делает дырочки в фанере на краешке. Тоненьким сверлышком, совсем тоненьким. А вот этот железный стержень, это отрезанный кусочек гвоздя. Гвоздь обрезанный. В самом стоечке делается дырочка. И вот так вот вставляется. Получаются ровненькие угловые стоечки. Но на этом этапе... Ты еще на клей садишь, да? На столярный клей для того, чтобы стояло ровненько и было плотненько. Я плету все-таки очень туго, и они у меня могут расшататься. А клей нужен для того, чтобы было плотно. И фиксируется. Так, это мы рассказали. Следующий мы делаем форму. И так дальше делаем форму. Вообще видео по формам у меня уже есть. Я прям досконально-досконально все рассказывала. Из чего, как все это делается. Точнее, как мы это делаем. Но сейчас расскажу еще раз. Саму форму мы делаем из уголок. Профиль, по-моему, он называется. Вот такой вот он. Чтобы здесь можно было вставить. Панель. Четыре куска такого вот профиля. И это обычная стеновая панель. Муж делал, обшивал балкон. У нас остались кусочки. Кусочки мы не стали выкидать. Кстати говоря, кто не брезгует, очень часто на мусорках выносят. Люди также обшивают ванну, балконы. И прям чистенькие-чистенькие панели. Очень часто иду, когда вижу, что лежат. И всегда вот это у меня хомячество просыпается. Надо забрать. Но не всегда, конечно, получается. Это маленькое отступление. Хочу сказать, что не обязательно покупать. Если нет панелей, можно сюда взять обычный, но плотный картон. Форма вырезается где-то на сколько? На сантиметра два, наверное, да? Меньше самой корзины, которая должна быть. Для того, чтобы она свободно стала внутрь. Ну, в общем-то, форма и полукаркас вставляется все. Здесь ничего сложного нет. Внутрь вставляется и спокойненько оплетается. И таким образом у меня стеночки моей корзины не будут ни заваливаться внутрь, ни на меня. Еще когда я показываю, как я плету свои корзины, у меня все время спрашивают, что у вас наклеено. Я уже много раз рассказывала, расскажу еще раз. Для того, чтобы мои рядочки были ровненькие, горизонтально и с точки ровненько вертикально, я приклеила вот такой вот шаблон. Все спрашивают, где взяла, где взяла. Здесь можно клеточку делать любую, какую удобно. У меня они были и два на два, и два на пять. Сейчас где-то два на три, наверное, а может полтора на три. Не суть важна. Главное, что я по ним ровняю свои горизонтальные ряды. Если у вас есть проблема с стоечками, они иногда любят лечь налево или направо, но я уже не первый год плету, поэтому мне достаточно вот этих, в этой разметке. Найдите, у меня есть видео, что делать, чтобы стоечки стояли ровно. Там я вот даже показываю, что и как нужно делать. Очень много благодарностей мне пришло. У меня на канале такое видео есть. Вот так и называется, что делать, чтобы стоечки стояли ровно. Следующий этап это создание полукаркаса самой корзины. Почему полукаркас? Потому что поперечных вот здесь перекладинок деревянных у нас нету. Есть только донышко и угловые стоечки. Этим этапом занимается исключительно мой муж. Он делает дырочки в фанере на краешке. Тоненьким сверлышком, совсем тоненьким. А вот этот железный стержень, это отрезанный кусочек гвоздя. Гвоздя, гвоздь. Гвоздь обрезанный. В самом стоечке делается дырочка. И вот так вот вставляется. Получаются ровненькие угловые стоечки. Но на этом этапе... Ты еще на клей садишь, да? На столярный клей для того, чтобы стояло ровненько и было плотненько. Я плету все-таки очень туго. И они у меня могут расшататься. А клей нужен для того, чтобы было плотно. И фиксируется. Так, это мы рассказали. Следующий мы делаем форму. И так дальше делаем форму. Вообще видео по формам у меня уже есть. Я прям досконально-досконально все рассказывала. Из чего, как все это делается. Точнее, как мы это делаем. Но сейчас расскажу еще раз. Саму форму мы делаем из уголок профиль, по-моему, он называется. Вот такой вот он. Чтобы здесь можно было вставить панель. Четыре куска такого вот профиля. И это обычная стеновая панель. Муж делал, обшивал балкон. У нас остались кусочки. Кусочки мы не стали выкидать. Кстати говоря, кто не брезгует. Очень часто на мусорках выносят. Люди также обшивают ванну, балконы. И прям чистенькие-чистенькие панели. Очень часто иду, когда вижу, что лежат. И всегда вот это у меня хомячество просыпается. Надо забрать. Но не всегда, конечно, получается. Это маленькое отступление. Хочу сказать, что не обязательно покупать. Если нет панелей, можно сюда взять обычный, но плотный картон. Форма вырезается где-то на сколько? На сантиметра два, наверное, да? Меньше самой корзины, которая должна быть. Для того, чтобы она свободно встала внутрь. Ну, в общем-то, форма и полукаркас. Вставляется все. Здесь ничего сложного нет. Внутрь вставляется и спокойненько оплетается. И таким образом у меня стеночки моей корзины не будут заваливаться внутрь, ни на меня. Еще когда я показываю, как я плету свои корзины, у меня все время спрашивают, что у вас наклеено. Я уже много раз рассказывала, расскажу еще раз. Для того, чтобы мои рядочки были ровненькие, горизонтально и стоечки ровненько, вертикально, я приклеила ее в вот такой вот шаблон. Все спрашивают, где взяла, где взяла. Ну, этот шаблончик мне делает сын. Он, я точно не скажу, или нашел в интернете такую вот разметку, или делал сам. Ну, вот он мне распечатал штук 100 или 150 вот таких вот листов, принес и сказал, пользуйся. И теперь при плетении практически всех своих корзин я использую вот такой шаблон. Здесь можно клеточку делать любую, какую удобно. У меня они были и 2 на 2, и 2 на 5. Сейчас где-то 2 на 3, наверное, а может 1,5 на 3. И не суть важна. Главное, что я по ним ровняю свои горизонтальные ряды. Если у вас есть проблема с стоечками, они иногда любят лечь налево или направо. Ну, я уже не первый год плету, поэтому мне достаточно вот этих. В этой разметке найдите, у меня есть видео, что делать, чтобы стоечки стояли ровно. Там я вот даже показываю, что и как нужно делать. Очень много благодарностей мне пришло. У меня на канале такое видео есть. Так и называется, что делать, чтобы стоечки стояли ровно. Следующий этап изготовления нашей корзины. Очень часто начинающие мастера у меня спрашивают, как вы так, что и как вы делаете, что у вас стоечки находятся на одинаковом расстоянии и ровненько. Ответ очень простой. Возьмите простой карандашик и отметьте, поставьте точечки, отметьте те места, куда вы будете прибивать трубочки. Я уже рассказывала, что трубочка должна быть сухая, но в таком состоянии, когда она легко сгибается и не ломается. Вот я показываю. Вот она. Вот так вот прикладывается к точке, от которой вы отметили, и здесь прибивается. И таким образом сделать отметки по всему периметру нашей корзины. Мне удобно расстояние 3,5 см, потому что я делаю в две трубочки. Кому как удобно, кому направо, кому налево. Вот так. Сейчас я покажу, где будет проходить следующее. Желательно вот этот загиб тоже делать одинакового размера. Сейчас, сейчас, минуточку. Вот будет первая, а вот здесь будет, надеюсь, за руками видно, здесь будет. На, ты прибивай, и я тут покажу. Отступаем от края, от края донышка на ширину трубочки, потому что я буду оплетать для того, чтобы корзинка была ровненькая. И загиб следующей трубочки возле той точки, которую мы отметили. Вот она. Я надеюсь, видно. Сейчас я сдвину. Давай еще одну прибей, потому что оно с краю получается, и не видно. Чуть-чуть ближе ко мне. Я беру посередине. Вот как раз. Вот как раз эта точечка. Я надеюсь, что это все видно. И таким образом прибиваем по кругу все-все наши стоечки. Постепенно мое хобби превратилось в наше семейное занятие. Вот так вот это выглядит. Когда я буду подставлять вторую трубочку, я ее стараюсь, чтобы она попала на место сгиба. Вот так она у меня будет. Но я это все покажу в процессе плетения. Возьми мой. Ну, собственно, все. Трубочки прибиты. Расстояние между стоечками 3,5 сантиметра. Вот так это выглядит. Но так как сами стоечки были внутри еще слегка влажные, мне нужно оставить вот эту всю конструкцию для того, чтобы трубочки высохли. Поэтому я откладываю эту всю работу примерно на полчаса. Ну, и потом начну плетение. Трубочки мои подсохли. И теперь я определяю для себя, с какой стороны у меня будет лицевая сторона. Лицевая сторона у меня будет с этой стороны. Поэтому с обратной, с той стороны, которая у меня будет к стенке, я забыла сказать, что эту корзинку я делаю для себя. А то так получилось, как всегда, сапожник без сапог. Но возникла необходимость. Старую корзинку я буду выбрасывать. Она не подходит по цвету. Делаю новую. Мне нужна именно вот такая светло-бежевая. Вот такая вот цвета. Значит, лицевая сторона будет здесь у меня. А это сторона, которая будет к стеночке. С этой стороны я подклеиваю трубочки и начну плести. Я уже много раз показывала, как я трубочки подклеиваю. Я клею их вот прям вот на эти места, где скрепочки от степлера. Три трубочки. Понизу я буду пускать веревочку из трех трубочек. Поэтому вот сейчас я вот так вот прижимаю трубочки, чтобы были плоскими. Вот так вот подклеиваю и несколько секунд буду держать пальцами. Трубочки я приклеила. И мне очень нравится, когда по низу корзинки проходит косичка. Поэтому я первый ряд и второй проплету сначала прямой, а потом обратной веревочкой. И по низу получится красивая, аккуратненькая косичка. Хочу обратить внимание, что на данном этапе форму я пока не вставляю. До тех пор, пока не сделаю вот эту самую косичку. И только потом я поставлю форму. Сейчас я покажу, как закрыть первый ряд. Крайнюю левую трубочку я кладу на то место, где я начинала плетение. Вторая. Она опять первая. Крайняя левая. Мне нужно положить под верхнюю трубочку за следующей стоечкой. Вот так вот сюда. Она уходит под низ. Осталась еще одна трубочка. Опять она у нас крайняя левая. Ее нужно положить под две трубочки. Все. Ряд закрыт. Теперь вот эти все мне нужно обрезать. Я специально подклеила их под длиннее, чтобы видно было. Чтобы показать. Так. Здесь я капну капельки клея, чтобы они у меня не выскакивали. Немножечко подержу и сейчас покажу, что у меня все закрылось. Вот это место. Клей видно немножечко. Но когда я буду покрывать лаком, этот клей не будет видно. Вот место. Раз, два, три. Отсюда я начинала плетение. Здесь я его закончила. Ряды у меня закрыты. Точно так же, только в обратном направлении я проплету сейчас обратную веревочку из трех трубочек и точно так же закрою ряд. И не будет видно, где мы начинаем, где мы заканчиваем ряды. Для обратной веревочки трубочку я немножечко сгибаю и подклеивать буду за стоечку. Вот так вот я ее там вставляю. И вот так тоже немножечко подержу, чтобы оно схватилось. Потом, когда я буду плести, здесь прикроется и место стыка, место склейки вообще не будет видно. Следующую трубочку точно так же. трубочку немножко загну, чтобы она легла ровненько за стоечку. Вставляю. Вот так вот туда внутрь. И третью точно так же. Все, вот так вот немножко подержу, чтобы прихватился клей. И буду плести обратную веревочку и закончу ее точно так же, как заканчивала прямую. Ну все, моя косичка готова. Сейчас я выравниваю все стоечки. Вставлю их ровненько и вставляю внутрь форму. Вторую стоечку я подклеиваю также на этом этапе. Вот это место я срезаю краешек трубочки. Хорошенько промазываю клеем. Если нужно, помогаю себе шилом. Ну здесь место в основном всегда свободное пока. Если нужно, можно его прижать, ее, эту стоечку. И вот таким образом я подклеиваю по кругу. Хорошенько промазываю, чтобы она склеилась, прихватилась. И вот так вот вставляю, сразу выравниваю свои стоечки. Ну и все. Дальше покажу, когда начну плести. Итак, я подклеила трубочки. Плетение я обычно начинаю с узкой стороны корзины. Этот раз я буду делать точно так же. Трубочки подклею точно так же, как и показывала до этого. Трубочки приклеиваю за стоечками. Жду несколько секунд, когда клей подсохнет, трубочки схватятся. И буду начинать основное плетение. Показывать смысла нет, потому что я уже много раз все показывала. Здесь уже, как говорится, на любой вкус. Хотите ситцем плетите, хотите веревочкой, хотите комбинируйте несколько видов узоров плетения. Это уже дело вкуса. Показывать я не буду, потому что много раз показывала. А вот окончательный результат покажу. Мне кажется, я показала все основные моменты. Ничего особо сложного в этом плетении корзин нет. Так же, как эта стеллажная корзина, так же плетется корзина для игрушек, для белья, для любого, для хранения, для кухни, да куда угодно. Вот эта корзина у меня будет стоять в туалете с бытовой химией на полочке. Ну, на этом, наверное, все. Я начинаю основное плетение, поднимать стеночки. Желаю всем легкого плетения, ровных рядочков. И до встречи. И еще один момент, который нужно озвучить. Начинаю я плетение с этой стороны. Значит, на панельке я ставлю, пишу буковку Н, что значит начало. Проплету выше. Можно с самого верха написать буковку Н, чтобы не теряться. тогда, когда мы будем или делать узоры, или будем заканчивать. Само плетение нужно, конечно, заканчивать в том месте, где начинали, чтобы был ровненький рядочек. Поэтому я всегда на формочке обозначаю место, где я начинала плетение. Вот такая корзина у меня получилась. Рябушка такая. Я подняла на нужную мне высоту, плела обычным ситцем. и сейчас мне нужно вынуть форму. Такая форма вынимается очень легко. Чуть-чуть усилий и все, она сразу вынулась. Вот я достала. Сейчас я подровняю все рядочки и приступлю к плетению загибки. Загибку показывала уже много раз. Это будет розга без пенечков. На одной стоечке правую я обрежу и буду делать широкую розгу. Сначала по кругу загибаем все наши стоечки. На уголках будет немножечко неровно, но это не критично. Вот так я загибаю ее. Вот этот уголочек, этот изгиб видно не будет, когда я буду его закрывать следующими вот этими вот трубочками. И так по кругу нужно загнуть все наши стоечки. Широкая широкая розга без пенечков делается точно так же, как и обычная. Только укладывать я буду трубочку не после следующей, а через две. Мне трубочки хватает, поэтому вот так я делаю тут. Держу, отмеряю. Раз, два, и рядом с третьей стоечкой я обрезаю, капаю. можно ножничками расширить. Капаю сюда капельку клея и вставляю. Следующее делается вот здесь можно подклеить, чтобы она не скакала, не выскакивала. немножечко подержать. Следующее укладывается точно таким же образом. Раз, два, возле третий. Загибаю, отрезаю, расширила слегка, капельку капнула, вставила. Вот такая получится. Перед тем, как делать загибку, возле деревянной стоечки я ставлю нашу трубочку, стоечку. бумажную и для если кого-то смущает то, что деревянную стоечку будет видно, то вот эту нашу стоечку из бумажной трубочки можно не обвивать деревянную, а положить сверху и она ее накроет и не будет видно. Меня это нисколько не смущает. Как я говорила, я делаю это для себя. Ну и в принципе меня это не смущает. Единственное, что я сейчас возьму и вот здесь, где у меня получился на дереве непрокрас, я закрашу той краской, которую я красила бежевые трубочки. Те, кто смотрит мои мастер-классы постоянно знают, что я всегда рекомендую хоть немножечко, хоть 50 грамм, но оставить той краски, которой вы красили. вот так вот просто кисточкой я замазываю. Такая краска еще понадобится для того, что вот допустим у меня надеюсь видно во время того, когда я ложила трубочки, одна у меня немножечко треснула, оказалась пересушенная. вот я ее сейчас замажу и все, ее не видно. Вот так вот я пройдусь, подкрашу уголочки и все. Мне осталось только дополнительно покрыть лаком мою корзиночку и она готова к использованию. Бывают такие места, где загиб получился, треснула. Бывают места, где просто какой-то может недосмотрел или недокрас. Поэтому красочка всегда нужна вылить, всегда успеем после окончания работы. Мне нужно было буквально три раза макнуть кисточку. Вот и все тела. Еще отвечу на вопрос, который мне поступил. Я письменно отвечала, но отвечу еще сейчас. кто-то написал, что увидела не прокрас только после того, как покрыла лаком. Это проще простого убирается. В тот лак, которым вы покрываете уже готовое изделие, добавьте немножечко или колера, или остатка краски, которой выкрасили свои трубочки. Оно прекрасно все закрашивается. И не прокрасы, и трещинки, и ничего не будет видно. лак высохнет, и пачкать изделие, руки, вещи, которые будут ложиться в корзину, не будет. Сверху дополнительно также можно покрыть, но уже чистым лаком. Вот такая корзина у меня получилась. Надеюсь, я выполнила свое обещание показывать досконально, что и как я делаю. поэтому я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok